Доброго времени суток, друзья. Компьютерная мастерская Ленина 81А, город Кемерово. И сегодня у нас на приеме вот такой интересный пациент. Денис, рассказывай подробнее, что с ним. Нет, давай ты расскажешь. Ты же с клиентом обещался, и ты расскажи, что с данным компьютером, что он говорил. Ну да, звучит резонно. В общем, принес компьютер. Внешне у нас все выглядит замечательно. Все кабелечки питания подключены как положено. Оперативная память стояла не в приоритетных слотах, но это в этом случае и не важно. То есть, собран компьютер вроде бы адекватно, все должно работать, коротких замыканий каких-то не было. Я не поленился, еще Денис Стензов и глянул под материнской платой. Тоже все хорошо. Пока Влад рассказывает. Соответственно, какая проблема? Это у нас АМ4 платформа. Мы включаем компьютер, и он у нас... Ты скажи, что тебе клиент сказал. А, вот его слова. Он может включиться и несколько раз перезагрузиться, потом загрузиться нормально и начать работать. Может... Что мы сейчас и видим, да? Смотрите, раз. Вот перезагрузка. Изображения нет. И самое важное... Вот видите, еще раз. И самое важное. Это все случается только тогда, когда клиент вытаскивает... Блок питания. Да, когда он отключает его от сети. Это все происходит, когда он отключает его от сети. Вот смотрите, уже третий раз перезагрузился. И сейчас, скорее всего, будет картинка. Да. Все, в первую очередь, подумают на батарейку BIOS. Так он и подумал. Не-не-не, стоп, поправочка. Клиент вообще изначально подумал на блок питания. Вот он, кстати, его заменил. Здесь сейчас новый Montech стоит. Ну, ладно. Допустим. Я этого не знал. Все, мы загрузились. Все корректно. Потом, вот он как... Я так понимаю, он форумы, да, читал? Или где он знал про BIOS? Вот это без понятия не уточнил. Что села батарейка BIOS, нужно заменить. Он заменил батарейку BIOS. Но, но, к сожалению, это ему не помогло. А теперь ставим компьютер вот так. Смотрите, в чем прикол. Вот. Я тоже в первый раз такое вижу, честно слово. Он поставил новую, абсолютно новую батарейку BIOS. Все видят вот это красненькое пятнышко? Это наклейка. Здесь есть ярлычок, чтобы ее оторвать. На самом деле, у нас вот здесь контакт вот внизу идет. И вот эта наклеечка, она перекрывает вот этот контакт. И получается, что замена батарейки BIOS, к сожалению, ни к чему не привела. Так как у батарейки BIOS у нас контакт перекрыт. И по факту она ничего не делала. Теперь смотрите. Ставим... Ну, это мы оставили для клиента. Ставим батарейку BIOS без этой наклейки. Подключаем все, как положено. Где у нас видеокарта? Питание. О, питание. Идет куда? Возможно, сейчас первый старт будет такой же. Хотя нет, материнская плата еще не просела. Как мы это узнаем? Смотрите, видите? Подсветка горит. Сейчас должно включиться нормально. Где кнопочка? И нет. Значит, все-таки просела. Ладно. Допустим. Но сейчас мы покажем это. Мы отключим. Сейчас он один раз хорошо загрузится. Мы отключим полностью питание. Просадим всю материнскую плату. Все. Мы видим. Картинку. Еще раз пошел. Ладно. Я сначала, если честно, грешил на сокет. Смотрите. Сейчас он включится до конца. Мы его завершим. Не накрыть систему клиента. Все. Выключился. Смотрите. Отключаем. Все. Отключили. Забросываем. Видите? Видите? Еще горит. Мы отключили. А у нас порта еще горит. Сейчас мы сбросим полностью напряжение с материнской платы. Чтобы они потухли. Ну, давай. Все. Видите? Они потухли. Значит, все. Питания на материнской плате нет. Осталась только батарейка BIOS. Снова включаем. И сейчас должно быть корректное включение. Все. Закрутилось как положено. Сейчас будет картинка. Самый простой ремонт. Если честно, я даже первый раз, когда начал его разбирать, замерил батарейку BIOS. Но, к сожалению, я вытащил, вытащил, все, батарейка да батарейка. Взял. Вот так вот. И, видимо, попал на угол, и у меня показывало 3.1. Все нормально с батарейки. Вот так попал. На краешек. Но случайным образом, когда я ее ложил на стол, она у меня перевернулась. Я такой не понял, что это такое. Думаю, что за изображение. И оказалась наклеечка. Это кастомное оформление батарейки. Ага. Это батарейка Duracell у нас такими наклеечками отличается. Давайте вот еще раз, чтобы наверняка не думали, что это какой-то фокус, какая-то магия. Все, мы выключились. Отключаем питание полностью. Еще раз просаживаем материнскую плату. Имитируем то, что у нас системник простоял несколько часов. Из блок питания все вот это вот... Не знаю, как это энергию назвать, которая остается остаточное электричество. Вот оно сейчас вышло. Все у нас. Все потухло. Все. И еще раз включаем. Сейчас вентиляторы останавливаются. Эти вентиляторы начинают крутиться. и все, да? Все, будет картинка. Все. Ремонт готов. С вас 5 тысяч рублей. С вас 5 тысяч рублей. Сказали бы в другой мастерской. Но мы сейчас клиента обрадуем, что его ремонт составляет 0 рублей, 0 копеек. Может приходить забирать. Но, к сожалению, единственный минус для этого, для клиента вышел в том, что этот системный блок, чтобы проверить его, простоял здесь все выходные. То есть, он пришел, в субботу он его принес, да? В субботу принес, он в субботу простоял, в воскресенье мы не работали, вот в понедельник только утром мы за него взялись. А хотя, может, был починить за 5 минут. Дома. Самостоятельно. Дома. Все, тогда звоним ему быстрее, чем дальше работать. Все, всем пока.